Очень часто новички в онлайн-журналистике не знают, с чего начать. Из чего состоит статья, как строить приложение, какие стандарты существуют. В этом видео мы разберемся во всех этих тонкостях. Когда ко мне приходят начинающие журналисты, они готовятся к тому, что все на свете побегут читать их шедевры, посыпятся лайки, комментарии, а старшие коллеги начнут жать руки в знак уважения. Но на самом деле нет. Прежде чем начать писать, вы должны понять несколько простых истин. Первое. У вашего читателя нет много времени на ваш текст. Если его прочитают больше минуты, это уже хорошо. В основном ограничивается чтением заголовка и просмотром картинки. Это подтверждает исследования, во время которых специальное оборудование следило за глазами пользователей во время чтения текста. Второе. Вы боретесь с другим контентом за внимание читателя. То есть, ваша статья оказывается в одной и той же ленте социальных сетей вместе с фотографиями котиков и поздравлениями друзей. Это означает, что вы заранее находитесь в проигрышном положении. Третье. Даже писать хорошо? Недостаточно. Надо найти еще читателя. Не ждите, что читатель сам придет и прочитает ваш текст. Сегодняшняя работа журналистов заключается в том, чтобы привлекать аудиторию. Будь это социальные сети или почтовая рассылка. Все это звучит не очень хорошо, правда? Возможно. Но таковы реалии создания контента в интернете. Давайте вместе подумаем, что с этим делать. Первое, что надо сделать, это завладеть вниманием читателя. В этом нам поможет смена подхода к написанию текста. Самое важное – самое начало. Этот принцип называется перевернутая пирамида. Обычная пирамида – это рассказ в хронологическом порядке со всеми элементами художественного повествования. Но мы, новостные журналисты, мы не авторы детективов. Если убийца – садовник, то об этом мы сообщаем в самом начале. Заголовок – это то, что первым делом прочитает читатель. Классический новостной заголовок должен передавать суть статьи, иметь активный глагол, отвечать на вопрос «что делать?» и быть не больше 10 слов. Теперь давайте потренируемся. Допустим, вам приходит пресс-релиз о том, что прошла встреча между президентами Кыргызстана и России. В тексте говорится, что главы государств считают свои страны стратегическими партнерами и нацелены на то, чтобы сотрудничество шло на высоком уровне. Они также договорились о строительстве российской авиационной базы на юге Кыргызстана. Президент России также поздравил свою коллегу с избиранием на пост главы государства. Давайте подумаем, что из этого можно вытащить заголовок и в чем вообще суть сообщения. Довольно часто журналисты ставят в заголовки сам факт встречи. Но на самом деле это не всегда интересно. Президенты периодически встречаются с разными людьми, и это не наша задача писать о каждой встрече главы государства, если на ней в итоге ничего не решилось. Гораздо важнее для читателя. Итог встречи. Чем все закончилось? Ответ на этот вопрос и будет заголовком нашего материала. Если итога встречи нет, и президенты встретились, чтобы в дополнительный раз поддержать отношения между собой, то возможно, что писать об этом и не надо. Конечно, есть исключения, когда сам факт встречи уже новость. Например, если встречаются два политика, которые долгое время находились в ссоре. В итоге мы оставляем только то, что президенты договорились о строительстве авиабазы на юге Кыргызстана. Придумать заголовок – это целое искусство, потому что надо балансировать между тем, чтобы сообщить как можно больше информации, и при этом заинтриговать читателя, чтобы он перешел по ссылке и прочитал ваш материал. С заголовком разобрались. Что делать дальше? Теперь приступаем к написанию текста. В этом нам помогут 5W, или 5 ключевых вопросов – кто, что, где, когда и почему. В тексте у вас должны быть ответы на ключевые вопросы – что случилось, кто был вовлечен, где это произошло, когда это произошло и почему это случилось. Не забываем о переворкнутой пирамиде. В самое начало добавляем то, что случилось недавно, и то, что самое важное. В конец добавляем про историю конфликта и больше контекста. Сами приложения стараемся писать простыми, осложненные максимум одним причастным или депричастным оборотом. Представьте, что вы пишете текст для вашего младшего брата, который учится в 9 классе. Так вот, надо, чтобы ваш младший брат понял то, что вы написали. Абзацы должны состоять максимум из одного или двух приложений. Один абзац – одна мысль. Если ваш абзац будет выглядеть большим кирпичным шелкоблоком, то читатель просто визуально его не осилит. Избегаем канцеляризмов и модальности. Вместо пассивных глаголов используем активные. Большие цифры в тексте надо упрощать. Например, если у вас есть цифра 2,543,243, то гораздо проще будет сказать чуть больше 2,5 миллионов. Если надо показать масштаб чего-либо, то лучше сравнить это с чем-то, чтобы близко читателю. Например, во время пожара площадь возгорания лучше сравнить с количеством футбольных полей. Потому что их гораздо проще представить, чем любое количество гектаров. Старайтесь размещать в материале визуальные элементы, чтобы глаза читателя отдыхали от текста. Например, если вы можете добавить иллюстрации – добавляйте, но не злоупотребляйте. А одной иллюстрации на один экран монитора достаточно. Если фотографий и иллюстраций нет, то вы можете выделять цитаты или добавлять списки. Они тоже визуально разбавляют текст. Хорошо. Теперь вы немного представляете то, как писать тексты для интернета. Но этого все еще недостаточно. Ваши статьи, если вы хотите быть профессиональным журналистом, должны соответствовать международным стандартам профессии. Это значит, что писать все, что угодно, не получится. Читателя нужно не только завлекать, но еще и уважать и не обманывать. То есть, пишем точно и ясно, проверяем факты, даем слово всем сторонам конфликта и не высказываем свое собственное мнение. Помните, что ваша информация должна быть не только быстрой, но в первую очередь достоверной. Итак, что в итоге? Первое. Ваш текст должен быть понятным и интересным для читателя. Второе. Визуально он не должен быть скучным. Третье. Не забывайте о международных стандартах журналистики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok